Становая тяга Переднюю часть бедра, заднюю часть бедра Ягодичные мышцы, плечи, пресс Работает абсолютно все тело Поэтому встановую тягу очень важно выполнять Как в программе жиросжигания, так и в программе наращивания мышечной массы Просто будут различные варианты повторений и подходов Сейчас мы в первой части покажем вам технику выполнения этого упражнения Два варианта выполнения классические и сумо И во второй части мы вам расскажем вспомогательные упражнения Которые способствуют улучшению показателей в этом движении Поехали Первая техника выполнения становой тяги Давай Необходимо прежде всего обеспечить безопасность поясницы, одеть ремень Есть два варианта выполнения становой тяги Это первый вариант, классический Ноги на ширине плеч, либо чуть уже, как вам будет удобно Подходите максимально близко к голеню, упираетесь в гриф штанги Дальше идет отведение таза назад Опускаетесь вниз При этом расположении колени остаются невыведенными за гриф Плечи переходят слегка за штангу Таким образом у вас гриф штанги проходит под лопатками Таз опущен и бисус бедра в напряжении У вас ощущается натяжение Момент натяжения Дальше вы максимально упираетесь пятками в пол И делаете разгибание Поехали! На выдохе Ставите полностью до касания Следующее движение начинается как первое Коснулись и пятками в пол Хочу обратить ваше внимание Что когда вы работаете, необходимо одевать замки Потому что когда вы работаете с блинами, не с пустым грифом Идет разбалансировка блинов И потом смещается пропорциональность нагрузки Которая будет переходиться на вашу спину В становой тяге работает весь мышечный массив спины Передняя часть бедра, задняя часть бедра Ягодичная мышца, плечи, руки Пресс в статике То есть это упражнение максимально эффективно Прорабатывает абсолютно все ваше тело Поэтому становую тягу необходимо выполнять Какие вы бы задачи не ставили То ли вы работаете на жиросжигание То ли вы хотите нарастить мышечную массу Включайте в свои программы становую тягу Но правильно выполняйте технику Для новичков Для новичков, конечно, у вас будет гриф без блинов Соответственно, уровень штанги будет ниже Чтобы не перегружать поясницу Необходимо поставить подставки То есть вместо блинов мы берем подставочки Ребята, которые начинают работать со становой тяги Начинайте с пустого грифа Ставьте себе подставочки Либо накладывайте блинчиков несколько Чтобы вы могли хорошо вплотную подойти И не до конца Опускаемся Чтобы вам было удобно Не в самый низ вы уходили Присед, чтобы не перегружать поясницу Опускаетесь вниз Болень максимально прижата к грифу штанги Бисус бедра натяжки Плечи выходят за гриф Гриф приходится на уровень лопаток Дальше вы не поднимаете штангу Вы акцентируете не на подъеме штанги вверх А на давлении пятки вниз И за счет этого вы встаете Руки абсолютно ровные Поехали! В верхней точке Вы полностью сводите лопаточки Фиксируете буквально на секунду Ровное выравнивание лопаток И второй вариант выполнения Это техника сумо Постановка ног широкая Поехали! А где наш пояс? Пояс без пояса никак Пояс надо Здесь максимально Разводим ноги И уходим В присед отодвигая таз назад Сохраняя те же самые углы Прогиб поясницы Плечи за штангой Упираемся пятками в пол И на выдохе пошло движение наверх Каждое движение доводите полностью до конца И начинайте следующий повтор Как с первого раза Чтобы работали без отбива Чем отличается классический вариант от техники сумо? В технике сумо идет больше нагрузка на ноги На внутреннюю часть бедра То есть здесь хорошо еще подключаются ноги В этом движении при сумо у вас сокращается траектория подъема штанга Поэтому достаточно Поэтому в соревнованиях Когда вы видите То многие спортсмены делают тягу именно в этой технике Потому что чем шире мы разводим Тем меньше соответственно амплитуда подъема штанги Если ваша задача хорошо прокачать спинку То я вам рекомендую конечно делать классическим вариантом Чтобы нагрузка была исключительно больше на спину Поэтому а дальше выбирайте сами Как вам удобно, как вам лучше Главное выполняйте правильно Еще хочу обратить ваше внимание на обувь Когда вы выполняете становую тягу Старайтесь выполнять это в обуви с плоской подошвой Чтобы меньше был подъем Чем больше подъем, тем сложнее То есть кеды, что-нибудь плоское Штангетки, хоть чешки одевайте Чтобы у вас было без подъема Без вот этого каблука, без штангеточки Плоская подошва Вот у Влада как раз хорошие такие вот обувь, кроссовки То, что надо Когда мы выполняем становую тягу на трешках Влад как раз одевает эту обувь Так что вы старайтесь по возможности именно так вот делать Мы показали вам и рассказали технику выполнения Варианты выполнения И в следующей программе смотрите вторую часть Это будет уже упражнение, которое способствует улучшению показаний И снивелирование проблемных зон становой тяги Все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok